Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Когда мобилизованные из Алтайского края отправятся в зону проведения военной спецоперации и как в регионе оценивают первую волну сборов? Пока не прилетело по голове, жителям одного из барнаульских домов приходится уворачиваться от летающих кирпичей и штукатурки. Все мертвые души в сборе готовятся к премьере. Чем будут удивлять зрители в Молодежном театре Алтая? Первый этап частичной мобилизации в Алтайском крае полностью выполнен. Об этом сегодня сообщил губернатор Виктор Томенко во время заседания правительства. И подчеркнул, что в зону проведения военной спецоперации мобилизованные отправятся в начале ноября. Задание Минобороны выполнено, доложил губернатор Виктор Томенко на заседании правительства края. Прежде, курирующая спецоперацию ведомства заявляла, что армии нужно призвать 300 тысяч бойцов. Сейчас, по словам губернатора, набрано 200 тысяч. Отправки мобилизованных жители замечают практически ежедневно. На боевую подготовку наши мужчины уезжают в Омск. Там накануне побывали представители разных регионов и Алтайского края тоже. Томенко подчеркнул, связь с командирами держат, волонтеры работают, помощь мобилизованные получают. Неравнодушно организуют целое цеха по пошиву и упаковке вещей. На помощь губернатор заострил внимание. Сбор этой помощи, этой поддержки, как бы сказать, такой, ну скажем, на благотворительной основе, которая делается, сегодня начинает обрастать какой-то злостью, какими-то претензиями к тем органам власти, организациям, которые вовлечены в этот процесс. От Министерства обороны, губернатора, правительства края, органов местного самоуправления и так далее. Такого мы допускать не должны. Значит, это направление деятельности идет, и пусть идет оно правильно, ни инициативу, ни порыв людей сдерживать нельзя, но со своей стороны и органы власти проведут всю необходимую работу. По недавнему постановлению российского правительства, регионы теперь могут покупать и на безвозмездной основе передавать федеральную собственность целый ряд товаров. Среди них беспилотники, средства радиосвязи, приборы ночного видения, автотранспорт, обмундирование, стройматериалы. Виктор Томенко добавил, что на этой неделе он встретится с сибирскими губернаторами и, возможно, главы регионов распределят, кто что будет покупать. Поддерживать военнослужащих и их семьи денежно тоже обещают. По одному миллиону рублей членам семьи выплачивать в случае гибели. Далее, рассматривая вопросы, мы определились с тем, что и раненым тоже необходимо помогать за счет средств нашего регионального бюджета. Определились с тем, что выплаты эти составят по 500 тысяч. Единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей тому, кто добровольно принял решение заключить контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Кроме того, в эти дни в Москве власти готовят документы о едином размере выплат мобилизованным. Ведь пока в одном регионе за это дают 200 тысяч, а в другом ничего. Виктор Томенко пояснил, что это зависит от бюджетов регионов. В целом же, первую волну сборов губернатор оценил как организованную, прошедшую без скандалов. Сроки следующей не озвучивают. Но, со слов Виктора Томенко, на освобожденные территории мобилизованные отправятся не раньше первых чисел ноября. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Медицинских работников будут призывать согласно мобилизационным заданиям. Об этом сообщает сайт Объясняем РФ. При этом эти задания отнесены к сведениям, которые составляют государственную тайну. Напомним, все медицинские специальности являются военно-учетными, поэтому медработников действительно могут мобилизовать как в звании рядового, так и в офицерском звании. В Алтайском крае медики тоже начали получать повестки. Однако не по учетной специальности медика, а именно по специальности, которая была на учете в военкомате. Другими словами, на линию фронта они отправятся, например, в качестве стрелков или танкистов. Напомним, что медики, прибывающие в запасе, могут быть забронированы, чтобы обеспечивать бесперебойную работу в учреждениях, в которых они трудоустроены. Такое бронирование предоставляется работодателям. Как сообщает Народный фронт, на сегодняшний день в крае нет жалоб от врачей, которые считают, что их призвали ошибочно. Более 70 обращений получили специалисты Министерства социальной защиты населения края от семей мобилизованных. Оставшиеся без мужчин сейчас звонят в ведомство с разными просьбами о помощи. Как выяснила замминистра соцзащиты Юлия Ковалева, компетенция ее коллег касается скорее психологической поддержки. Но сейчас социальные работники понимают, что выступают посредниками между семьями и всеми госорганами, и поэтому собирают любые просьбы и пожелания, чтобы потом передать их в профильные структуры. В целом же в ходе пресс-конференции шла речь о месячнике пожилого человека. Так, по словам замминистра, серебряные волонтеры тоже не остаются в стороне от событий. Пожилые собирают свои посылки призывникам и не только. Бабушкина забота, например, акция. Они вяжут и отправляют носочки нашим военнослужащим. Они также вяжут различные изделия, носочки, варежки для тех граждан, которые прибыли у нас с Украины и на сегодняшний день работают в нашем регионе. Для того, чтобы показать свое добросердечество, принятие этой ситуации. Дефицит краевого бюджета на 2023 год составит около 13%. Об этом губернатору доложил министр финансов Алтайского края Данил Ситников. По проекту доходы краевого бюджета составят почти 140 миллиардов рублей. Расходы – 153 миллиарда. При этом чиновники отметили, что финансовые возможности края год от года растут. Хотя в экономике региона и ожидают некоторые корректировки. Противовес в Министерстве экономического развития предлагают перестраивать свою продукцию под внутрироссийский рынок, стимулировать инвестиции и развитие предпринимательства. По оценке властей, малый и средний бизнес, а еще самозанятые сейчас и будут тянуть экономику. Кстати, с начала года в Алтайском крае зарегистрировано уже более 59 тысяч самозанятых. Ситуацию на рынке труда считают стабильной. Один процент безработных и потребность в кадрах лишь растет. Повышается число одобренных кредитов и восстанавливается ипотечное кредитование. Выходить на улицу без касок стало опасно, говорят жители одного из барнаульских домов. По их словам, фасад здания рушится прямо на глазах. И люди каждый день рискуют получить травму на выходе из подъезда. Между тем, дом включен в список памятников архитектуры Барнаула. Но за его состоянием не следит ни управляющая компания, ни власти города, уверяют жильцы. Наша съемочная группа побывала в проблемном доме. Выходить из дома небезопасно. Хоть каску надевай, говорят жители дома, на Калинино-18. Фасад разрушается и пока все обходится без жертв. Штукатурка и кирпичи благополучно приземляются на землю. Вот уже убрали вот эту глыбу, которая упала, допустим. Она упала, она вот так раскидывает все. Понимаешь? И, допустим, я заскочила обратно и уже боюсь выходить. Представляете, падают такие, что гнутся. Вот посмотри, вот это даже, вот она выгнулась вся. Натянутая лента вдоль стен – своего рода напоминание для тех, кто не посмотрел наверх. Это единственное, рассказывают жители, что из года в год делает здесь управляющая компания. Внутри людям тоже нечем похвастаться. В подъездах нет света, стены обшарпаны. Квартира из-за изношенной крыши периодически затапливает. Когда идут дожди, когда снег, когда крыша у нас бежит, мы подставляем все вот эти тазы, потому что мы без них не можем. День и ночь льется вода с потолка. Дом, построенный в 30-х годах прошлого века, сегодня относится к объектам культурного наследия краевой столицы. Но памятники, как нередко бывает, могут быть опасными. Балконы с лицевой части дома пугающе свисают над прохожими. Жители уже не рискуют на них выходить. Балконы мы сами не можем ремонтировать. Они как бы не относятся к нашим... Мы даже не могли их, ну, как это, застеклить, потому что мы не имеем права стеклить. Ну вот, пожалуйста, смотрите, вот эти куски падают. Жильцы, по их словам, уже не раз обращались в управляющую компанию «Смарт», но действий нет. Наши попытки связаться с организацией свелись к тому, что в приемной то и дело переадресовывали на разные номера. Руководитель управляшки оказался в отпуске. Вообще к управляющей компании вопросов много. Так говорят люди, они уже не раз собирали средства на ремонт, но организация раз за разом объявляет себя банкротом. Куда при этом уходят средства, не объясняют. Она потом была «Смарт», а теперь уже «Смарт». И раньше она подчинялась как бы администрации Октябрьского района, и они немного оплачивали им там аренду и помещение еще, там какие-то, может, канцелярские или что. Теперь все перевели на жильцов. Октябрьская администрация от них отказалась полностью, и они теперь за аренду своего помещения все на жильцов, канцелярские. Они шикуют, а мы каждый год мучаемся. Однако в открытых источниках УК «Смарт» по-прежнему числится как муниципальное предприятие. Следовательно, учредителем его являются городские власти, поясняют нам юристы. Они же рекомендуют приходить на письменное общение с организацией, чтобы любое ее бездействие доказать документами. Каждый из этих случаев желательно вспомнить, подкрепить доказательствами, то есть протоколами, чеками, повестки, может быть, у кого-то сохранились, и какие-то иные документы. Все сгодится в этой ситуации. Если и здесь организация не будет отвечать, подчеркивают юристы, то можно обращаться к учредителям, а далее в надзорные органы. И, может быть, в таком случае решение проблем придет раньше, чем произойдет какой-нибудь несчастный случай. По крайней мере, жители на это очень надеются. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком. 18-летнего барнаульца задержали с крупной партией синтетических наркотиков. Ему уже предъявлено обвинение за незаконный сбыт наркотического вещества в крупном размере. Предварительно установлено, что молодой человек устроился курьером в незаконный интернет-магазин, который специализировался на обороте наркотиков. Большой объем юноша должен был расфасовать на мелкие партии и распространить в Барнауле через станиковые закладки. Но был задержан. У парня изъяли синтетическую смесь весом в 480 граммов, содержащую мефедрон. Суд заключил начинающего наркокурьера под стражу на два месяца. Доступный, удобный и комфортный. Мультифункциональный офис ВТБ появился в центральной части Барнаула. В одном месте объединены направления розничного и корпоративного бизнеса, что повышает доступность услуг и эффективность работы. Отметим такой формат новый для Краевого центра. Об инновационном офисе подробнее расскажет Валентина Аскерова. Вместо столов с перегородками небольшие уютные столики. Вместо стационарных компьютеров, ноутбуки, вместо бумажной волокиты цифровые сервисы. В Варнауле начал работать современный банковский офис, в котором получить услуги могут частные лица и привилегированные клиенты, малые и средние предприниматели, представители крупных компаний. Формат обслуживания, который абсолютно новый для Варнаула, для Алтая. Вы видите легкая зона обслуживания, мультифункциональность рабочих зон наших сотрудников и обслуживания клиентов. Основной упор мы делаем на цифровые технологии. Привычный формат обслуживания, конечно, сохраняется сегодня, но в приоритетном формате мы говорим про безбумажный офис, так называемый про цифровое подписание, про использование сервисов цифровых. Открытое пространство, зона ожидания отсутствует. Работник банка встречает клиента, сопровождает в одной из локаций, дает экспертную консультацию за ноутбуком. Подтвердить операцию можно онлайн, с помощью интернет или мобильного банка. В клиентском зале кофе-поинт, бесплатный вай-фай, умные технологии, новый подход к обслуживанию. Барнаульцы уже успели оценить по достоинству. Этот новый офис, такого я еще не видел в городе Барнауле. Действительно интересно сюда просто попасть. Очень приятно здесь находиться и кофе предложили. И достаточно очень удобная здесь обстановка, комфортная. Поэтому я думаю, что за этим будущее. Для персонального общения дополнительно оборудованы пять переговорных комнат. Новый офис расположен в центральной части краевой столицы, в активно развивающемся микрорайоне, с удобной транспортной развязкой. Все для удобства жителей и гостей Барнаула. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Как могли бы выглядеть и барнаульские аэропорты, и метро? И что нового можно привнести в оформление компьютерных игр? Молодые алтайские дизайнеры свое видение представили в проектах на международном конкурсе дизайна про будущее. Конкурсная выставка объединила участников из России, Казахстана, Азербайджана, Болгарии и Китая. Анна Рашагирова продолжит тему. От предметов одежды до дизайна крупных инфраструктурных объектов. Так, например, сереброклавильный завод, он же Спичка, с его историей мог бы стать по-настоящему визитной карточкой Барнаула и успешным брендом. Молодые дизайнеры в своих проектах пофантазировали и о барнаульском метро, и о том, как могло бы выглядеть здание аэропорта. И это только малая часть того, что представлено на международной биеннале дизайна про будущее. Она включила в себя сразу 9 номинаций. От проектирования шрифта до целых архитектурных ансамблей. Итого больше 500 работ. Дизайнеры – это один из немногих, кто смотрит на мир глазами не сегодняшнего дня, а глазами завтрашнего дня. А это всегда интрига, это всегда развитие, это всегда новое. И, безусловно, к этому новому, к этому неизведанному тянется молодежь. Среди авторов работ молодые дизайнеры из 24 регионов России, а еще из Азербайджана, Казахстана, Болгарии и Китая. Участникам от 15 до 35 лет. Всем им предстоит побороться за гран-при и денежные премии. Правда, о призовом фонде организаторы пока умалчивают. В жюри у нас огромное количество, 20 членов жюри из разных городов России и зарубежья. И у нас на каждую номинацию по 5 человек, там есть обязательно свой председатель. То есть и рассматривается каждая категория. То есть школьников смотрим только со школьниками, сравниваем и выбираем лучшее. Студентов среди студентов, молодых профессионалов среди них же. Самая популярная номинация – это графический дизайн в основе оформления билетов, сайтов и приложений. Удивить жюри можно только новизной. Что-то очень яркое, что-то современное, то, что в тренде. И то, что с направлением на будущее, сама биеннале про будущее. Соответственно, эти критерии для меня будут являться ключевыми. Ознакомиться с проектами можно в выставочном зале музея «Город». Параллельно любой желающий может посетить открытые лекции и мастер-классы от ведущих мастеров дизайна. В последний день форума, 25 октября, жюри назовут имена победителей в концертном зале Института культуры. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Позвольте вам не позволить. Помните, откуда эта известная фраза? Так вот, это гоголевские мертвые души. В Молодежном театре Алтая на этот раз замахнулись на русскую классику. Настоящим шлягером назвал произведение режиссер спектакля Алексей Серов. Премьера уже завтра, а наша съемочная группа побывала на одной из заключительных репетиций. Режиссер Алексей Серов верен себе. Конечно, это не мюзикл «Фауст», но музыки здесь будет достаточно. Мы впервые в истории постановок «Мертвых душ» мы поем знаменитые ливические отступления Гоголя. Мы их поем, причем мы не переделывали их в стихи, мы из прозы сделали номера. И даже в одном месте у нас кан-кан под Гоголя. Так что мы веселые, мы же молодежный театр. А еще в спектакле вновь используются современные технологии. Герои «Мертвых душ» общаются в видеоконференции. Само действие кто-то периодически снимает на смартфон. Постоянно задействованный экран, отснятое видео, некое продолжение того, что происходит на сцене. В спектакле занята практически вся труппа театра 32 человека. И молодежь, и зрелые актеры. Главная роль Чичикова у Александра Панчина. Я желаю приобрести мертвых, которые, впрочем, назначились как живые по репестке сказок. Понять Чичикова было довольно сложно в некоторых вещах, в некоторых его поступках. Что он от вас лично принципиально отличается? Ну, наверное, тем, что мировоззрением, в первую очередь. Потому что я не из тех людей, которые ищут легкого заработка. Я прекрасно это понимаю, что это довольно сложный процесс. А Чичиков – это тот человек, который хочет быстро, много и особо не вкладывается ни сил, ни эмоций. Режиссер говорит, работая с материалом, по-новой влюбился в Гоголя и в его произведения. И постарался влюбить актеров. А вот влюбятся ли зрители – пока вопрос. Спектакль с возрастным цензом 12+, но Серов очень хочет видеть в числе зрителей подростков. А сегодняшние зрители, в числе которых и профессионалы, и родственники, и друзья актеров, дали первую оценку спектаклю. Правда, в первом антракте. Это же замысел режиссера. Он же не кусочек там хотел показать, а полностью. Поэтому посмотрим, а потом уже будем рассуждать, что же мы увидели на сцене. Пока нам очень интересно. У Гоголя более серьезно все. Классически. А здесь так энергично. Примеры «Мертвых душ» молодежным уже завтра. Режиссер поделился с нами, что некоторые технические средства, которые используются в спектакле, барнаульские зрители еще не видели от слова совсем. А на вопрос, доволен ли постановкой, ответил, что должны быть довольны зрители и актеры. А он всегда будет в поиске, как сделать спектакль еще лучше. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.